МВД сообщает, обнаружены три зоны падения осколков метеорита. Одна в Златоустовском районе Челябинской области и две в Чебаркульском. Радиационный фон в норме. Полиция взяла эти места под охрану и ограничила доступ посторонних. Но наш корреспондент Андрей Краснов добрался до берега Чебаркульского озера. До точки столкновения метеорита с землей, точнее с озером Чебаркуль, отсюда несколько сотен метров. Сейчас это место отцеплено и дальше берега никого не пускают. Диаметр воронки от столкновения небесного тела с землей составил не меньше 10 метров. При этом до ближайших домов города Чебаркуль от нее не больше километра. Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты обследовали район предполагаемого падения на изменение окружающего радиационного фона. В ходе обследования радиационный фон не превышал допустимых норм. Это событие не осталось незамеченным ни для кого из местных жителей. Многие стали свидетелями того, как совсем рядом пронесся осколок метеорита. Как будто два комка такие, я не знаю, горящие. И летело в сторону туда. Сзади дым такой был. Ну вообще, аж глаза больно было. Специалисты уже взяли пробы воды в озере Чебаркуль, которое является единственным водохранилищем в городе. Все дело в том, что есть вероятность радиационного загрязнения. А уже утром за дело возьмутся военные водолазы. Их задачей будет найти и излечь из воды все, что осталось от небесного гостя. В интернете уже появились фотографии с фрагментами осколков. Несмотря на позднее время, любопытные на берегу озера не собираются расходиться. Они надеются, что сегодня в 2 часа ночи по местному времени на небе будет виден астероид, пролетающий в 28 тысячах километрах от Земли, что по космическим меркам очень близко. Но увидят ли они его? Большой вопрос. Андрей Краснов, Александр Шешиков, Евгений Егошин. Первый канал. Челябинская область. Редактор субтитров А.Семкин